Всем привет ребятки, с вами Джофф и сегодня разработчики наконец-то заанонсировали самое важное событие весны World of Tanks Черный рынок 2021 Сначала мы посмотрим с вами крутой креативный ролик, который разработчики сняли к этому ивенту А после него обсудим все танки и цены этих танков, которые, как предполагают эксперты, будут в лотах черного рынка в этом году Итак, поехали! Смотрим сначала, друзья, новую документалку, точнее новый креатив от Гая Ричи Потому что очень похоже все, что снимал именно он Тастинчик знакомый А как думаешь, будет сегодня аванс? Босс, хотел спросить Надо вывозить товар А можно мне аванс? Непростая задача Сейчас деньги нужны для дела Готовьте товар к перевозке Я уверен, в ролике немало послалок, и вот это одна из них Здесь Дракон На столе, видимо Почитал, ладно Не знаешь, кто это? Где? Да, вот здесь Где, кто? Не знаю, а кто это? Да так, есть одна мыслишка Пойду у босса уточню Стой! Покажи еще раз Зачем беспокоить босса по таким мелочам, а? Босс любит быть в курсе событий Я могу все объяснить Не надо Я знаю А вот босс Ничего не узнает Если я буду в деле Ты? Угу Не, ну снято, конечно, круто Давно хотел побывать тут В гостях Это пятый или четвертый? Один и тот же Ты мне обещал все сделать Они не открываются Они закрыты Ты не понимаешь, что ворота не открываются? Помоги, ты обещал все сделать Ворота не открываются Ты не понимаешь? Они закрыты Ворота Закрыты Что тут за? У вас Подожди, подожди Хьюго, стой Он же никого не увидел Хьюго Выносите все обратно Хьюго, подожди Давай заберем этот товар, а? Ворота открыты Уже здесь Не уходить же с пустыми руками, Хьюго Уговор был другой Ты знаешь, кто это Мне проблемы не нужны Хьюго Какие могут быть проблемы? Проблемы будут у меня Если есть товар Если товар Это легкие деньги Тут редкий товар Продажа два счета Ладно Но если что-то пойдет не так Загружаем все, что есть Француза не грузись Доедет в скоростном режиме Француза не грузить Доедет в скоростном режиме Понимаете, да? Колечник Да Да, все в силе За вами заедет черная машина Готов? Да, босс Пора начинать Короче, друзья Вот такой вот ролик С одной стороны Вам, наверное, показалось Что он не несет себе Никакой смысловой нагрузки Ну, типа, просто красивый Кинематографичный ролик В стиле фильмов Гая Ричи Там, с отсылкой к джентльменам И так далее Но В этом ролике Скрыто Огромное количество пасхалок Просто огромнейшее Лично я Посмотрев вместе с вами В первый раз Уже Понятное дело Заметил про француза Скоростной режим Это, скорее всего Будет в черном рынке Колесный прем ЕБР 10 Чего-то там Как он там называется Вот тут у нас сейчас Появится на экране Точное его название Потом На столе У главного героя Я заметил фигурку дракона Почему она там оказалась Чуть попозже Плюс Черная машина Возможно Опять же Будет какой-то прем Из черной пятницы Там может быть ИС-6 Блэк Или Т-34 Блэк Плюс Там было Если не ошибаюсь Время На часах указано Тоже возможно Какая-то отсылочка Короче В этом ролике Огромное количество пасхалок И скорее всего Скорее всего Я даже сделаю Отдельный ролик По этим пасхалкам Но чуточку попозже Вы же пока что Друзья Те кто пересматривает Этот ролик Уже пересмотрел Много-много раз Пишите в комментариях Какие вы нашли Пасхалки И отсылки И каким танкам А пока что друзья Мы обсудим Все те танки Которые на данный момент Уже не то чтобы известны Но ребята С группы Вотэспресс Которые имеют Непосредственное отношение К супертесту Понимаете да Вот Они слили Свой список танков На черный рынок Которые скорее всего Туда попадут Потому что Больше их в принципе Картошки ссувать Некуда Давайте же их обсудим И вы поймете К чему была Фигурка дракона На главном столе Героя Потому что в этом году Нас ждет Ну просто Мега Уникальный Лот Поехали Ну а спонсор этого ролика Наши хорошие друзья С сайта Водхаб Которые тоже подготовились К черному рынку 2021 И выпустили Огромное количество Новых кейсов Которые называются Черный рынок Последний звонок Весенний призыв Пробуждение И мир труд май Ну а я буду открывать Конечно же Кейс черный рынок И все что выпадет Из него Будет разыграно Среди вас Моих зрителей Для того чтобы Участвовать в розыгрыше Жми лайк Подписывайтесь на канал И оставляй один коммент Со своим танковым Никнеймом И пусть повезет Самым удачливым Поехали друзья Итак Сразу нажимаем Икс 3 И открываем Посмотрим Что интересного Выпадет Неплохо 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 Так Хорошо Забираем Ну это так себе Честно говоря Так 3 дня према Плюс 25 голды Неплохо Хорошо Хорошо Забираем Ну тут слабенько Хотя блин По 200 голды падает Вполне себе найс Ооо Хо-хо-хо Хорош Вот это я понимаю Ребят розыгрыш Вот это я понимаю Напоминаю друзья Что у нас будет 5 победителей Под этим роликом Которые Между которыми Равноверно распределятся Все призы Сколько бы то Я не выиграл голды Так Еще 4 тысячи Отлично Хорошо 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 Напоминаю друзья Что те Призы которые выиграли Если они вам не нравятся Вы можете вот так вот Аккуратненько Бац Продать Продать И еще раз продать И открывать заново Не ну 400 неплохо В принципе 400 неплохо Сойдет Ну такое себе Так надеюсь Сейчас даст В конце Потому что Баблосики уже кончаются Но он еще в конце Хорошо дал Давай 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 Ну Вот 3000 Да ладно Длина Охо Не ну чуваки Ну все 12500 Таким образом Я по моим предположениям У нас где то Общий призовой фонд 22000 И я думаю Мы наверное Даже сделаем Не 5 победителей А 10 10 наших зрителей Могут выиграть По Где то 2 2500 голды Жмите лайк Подписывайтесь на канал Оставляйте свой танковый никнейм А ссылочка на ребят С вудхаба В описании Смотрим ролик дальше Итак друзья Начнем с того что В обновлении 1.12 Разработчики в последний момент Изменили И подготовили к релизу Очень много Новой техники И скорее всего Все это было сделано Не просто так Скорее всего Именно эта техника Появится на черном рынке И будет продаваться За очень-очень Много голды А возможно И много кредитов Про боны Слава богу Пока что Ничего не известно Ну и первый танк Который я хотел бы С вами обсудить Это Китайский Акционный ТТ 10 уровня ВЗ-111 Кью Лин В первую очередь Именно этот танк Был добавлен на все регионы Кроме Китая Что говорит Автоматически о том Что это не будет Каким-то китайским Эксклюзивом И какой-то Очередной машинкой На которую китайцы Должны будут тратить Огромные деньги Нет Скорее всего Именно этот танк Будет в черном рынке По сути своей Друзья Это обычный Китайский тяж ВЗ-111-5А Только в новом облике И вы наверное думаете Ну в принципе Вот эти все Золотые драконы И прочие там Интересные Разности Мы уже видели На китайском Преме Тайп 59 Голд Да Ну типа Золотой дракон И так далее Но нет друзья Не все так просто Во-первых Это не какой-то там Прем 8 уровня Это Акционный танк 10 уровня С уникальной Рассветкой Согласитесь Мы никогда Такого не видели Мы разные видели Танки 10 уровня Мы разные видели Для них 3D камуфляжи Но чтобы у нас В игре появился Акционный ТТ 10 уровня С уникальным Камуфляжем Вот в таком Вот вообще Не историчном виде Нет Такого мы никогда Не видели Плюс У этого танка Существует Уникальный эффект После выстрела Который очень напоминает Ну то самое Дыхание дракона Сейчас вы этот эффект Видите у себя на экране То есть По сути говоря После выстрела Ваш потенциальный противник Видит не только Вспышку после выстрела И пламя Но и Два огромных Клубка дыма Которые расходятся В разные стороны И голова дракона Которая находится На стволе Вашего танка Глаза У этой головы Они загораются Красным пламенем В общем Эффект Очень и очень Крутой Ну и друзья Я предполагаю Что этот танчик Будет наверное Гвоздем Черного рынка 2021 года Потому что Десятого уровня Можно пересаживать экипаж Уникальный камуфляж И уникальный эффект Которого до этого Не было в World of Tanks Да Это не исторично Да Это кому-то Будет поджигать задницу Потому что Стоить он скорее всего Будет очень дорого Ну ребята С фото экспресса Предполагают Что стоить он будет 22500 голды Но это друзья Скорее всего Будет новый показатель Элитарности И мажорности В World of Tanks В общем WZ-111 Куэлин По сути То же самое Что WZ-1195A То есть Хороший Добрый Нормальный Такой Крепкий Тяжелый танк Десятого уровня С хорошим ДПМом И Классной пушкой Но В уникальном Обличии Следующий друзья Слот Который скорее всего Появится на ЧЕР 2021 Это Советский Средний танк Десятого уровня Тоже акционный Т22 Т22 СССР Когда-то Этот танчик Был Жуткой Имбой И его выдавали За очень сложный И уникальный ЛПЗ В опять же Уникальном режиме World of Tanks Очень много игроков Было забанено За то что они пытались Его получить Через подставухи Но потом После окончания Всех этих ивентов Этот танчик Очень сильно Понерфили Именно в плане ДПМа И стабилизации И теперь он интересен Только разве что Коллекционерам Но Как я служил Среди некоторой массы Игроков Этот танчик Очень ценится И очень многие Хотят его получить Потому что сейчас Иначе его Никак на самом деле Не получить Только разве что На пресс-аккаунте Покататься Если вы какой-нибудь Стример И вот разработчики Я так понимаю Решили выкатить его На этом черном рынке Чтобы кого-то порадовать Пока что Официальная цена 22500 голды В общем Мне лично Конечно Эта машина не интересна Но скорее всего Учитывая что голда у меня есть Я ее себе куплю И следующий наш слот Тоже советский ПТСА у 9 уровня Акционная К-91 К-91 ПТ Но друзья Что я могу вам сказать Мне честно говоря И СТшка 10 уровня К-91 Вообще не нравится А если уж говорить Про ПТСАУ Про то что у нас Вообще нет башни И такая же Слабенькая пушка Ну фиг его знает Огневая мощь У данной ПТшки Ну очень сомнительная 258 пробития На 9 уровне И средний урон 390 Да Понятное дело Что пушка Скорее всего будет Очень точной Там очень точной С быстрым сведением Хорошей стабилизацией И так далее ПТСАУ 9 уровня Советский Такого скорее всего Больше продавать не будут Так что Коллекцию пойдет Следующий Наш лот На черном рынке 2021 года Это Средний танк Немецкий Акционный 9 уровня Кунзэ Панзер Очень на самом деле Интересная машинка Сразу перейдем К основной механике Данного танка Наличие осадного режима Но в отличии от Шведских средних танков Или например Японского СТБ-1 Кунзэ Панзер Не переходит в него Автоматически Смена режима Осуществляется вручную Как на шведских ПТСАУ То есть вы подъезжаете На позицию Нажимаете кнопочку Икс И ваш танчик Переходит в осадный режим И может теперь Похвастаться Там например Супер крутыми УВНами Кроме того Еще одной особенностью Данной машины Является способ Установки башни Она изначально Наклонена На 5 градусов вперед В осадном режиме Увеличивается угол Склонения орудия Суммарно С учетом наклона башни До минус 15 градусов И плюс возрастает Точность введения огня Но при этом Понятное дело Уменьшается подвижность Стабилизация орудия И скорострельность Что касается Общих ТТХ Этого танка То это друзья Типичный такой вот Знаете Немецкий а-ля Леопард Брони у нас абсолютно нет Очень-очень хорошее У нас 65 км в час Максималочка 23 назад Хороший мощный двигатель Ну и понятное дело Топовое орудие С хорошей стабилизацией Точностью И так далее Плюс еще Осадный режим Который увеличивает точность Но например Уменьшает стабилизацию В общем На самом деле Очень интересная машина Очень необычная И один из моих главных Наверное фаворитов На ровне С золотым ВЗ-111 На покупку На черном рынке 2021 Ну а этот друзья Лот должен порадовать Олдов нашей игры Так сказать Олды на месте Да друзья Олдскул уже свело Дорогие зрители Представляю вам Разведпантеру Легкий танк Седьмого уровня Немецкий Он же Ауфкландрансганспанзерпантер Надеюсь я правильно Прочитал название Этого танка В общем Ребятки Это друзья Возвращение Прокачиваемой И когда-то Выведенной Разведпантеры В статусе Према И на седьмой Уровень Как вы помните Ребятки Данная Разведпантера Была введена В игру Патч 0.8.5 В качестве Немецкого Легкого танка Седьмого уровня Тогда в апреле 2013 года Вышла ветка Леопарда 1 Где и присутствовал Этот ЛТ Но Позже Намного позже В обновлении 0.99 В июле 2015 года Танк был Введен из игры При этом он был Заменен другим Легким танком Седьмого уровня Шушпанцером СП-1 Он же Шпик И в принципе В течении Последних лет В каких-то Вариациях Там на супертесте В каких-то Ролях Этот танчик Появлялся И мы всегда гадали Куда он будет То ли он будет премум То ли он будет премум Восьмого уровня То ли его хотят продавать То ли что-то еще 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 В общем друзья Разработчики наверное Приняли самое верное И простое решение Сыграть на ностальгии И поэтому решили Добавить его На черный рынок 2021 года Да Возможно новичкам Этот танчик Особо не будет интересен Потому что В качестве ЛТ Седьмого уровня Ну он спорный Он да Подвижный Но при этом Он огромный Он не особо Незаметный И так далее В общем знаете Такой вот Специфичный геймплей Но Те олды Которые помнят 2013 год Которые помнят 2015 год И которые любили Этот танчик Они конечно же Порадуются И скорее всего Потратят свои кровные На этот легкий Немецкий танк Седьмого уровня Пока что Техническая цена в голде 5700 Не особо много И в принципе Можно потратиться И получить себе Интересный Пусть не супер Имбовый Но не обычный И оригинальный Легкий ЛТ Седьмого уровня Премиумный Ну и последний Друзья Наш сегодня лот Это друзья Британский ТТ восьмого уровня Премиумный Шарле Магне Надеюсь Опять же Я его Название правильно Прочитал Пока что Цена танка В районе 10 тысяч Голды Что касается Характеристик То в принципе Это стандартный ТТ восьмого уровня Очень похожий На мини Супер коня Хорошая Бронированная башня 170 мм Под наклонами ВЛД 130 мм Опять же Под жуткими Наклонами Ну и хорошая Пушечка Вот правда Она для восьмого уровня Весьма нестандартная Да там 220 пробития Но при этом Альфа У этого британца Целых 440 Что автоматически Говорит о плохой Стабилизации Долгом 3 секунды Сведения Не очень Хорошей Точности Ну и понятное дело Не в самом высоком ДПМе Но при этом Альфа Да Альфа будет крутая Но при этом У данного Прима Очень хорошая Скорость Удельная мощность 18 лошадиных сил На тонну И максималка 42 вперед И это в принципе Очень нетипично Для британцев У которых И супер конь И обычный конь И Корнерван Ну Хоть и интересные Но слоупочные Машинки В общем друзья Какой то Супер уникальной Фишкой данный Прим похвастаться Не может Но мне кажется Он в целом Просто интересен Сам по себе Хорошая броня Большая альфа Хорошее пробитие Нормальная динамика Да Скорее всего Будет косой Кривой И так далее Но Надо же как говорится Чем то жертвовать Вот такие вот друзья Лоты Ожидают нас На черном рынке 2021 Напоминаю что ЧР начнется Уже завтра 3 марта В 19.00 И протлиться До 11 марта 13.00 То есть Нас ожидают 8 дней Очень интересного И разнообразного Контента Жми лайк Дорогой друг Если тебе понравился Этот видос Подписывайся на канал Потому что Каждый день Тут будут стримы По черному рынку И Надеемся Всем нам Повезет Купить что нибудь Вкусненькое Пока пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok